На прошлой неделе Министерство культуры назвало конкретные суммы, которые в этом году спортивные тренеры получат в виде зарплатных субсидий. В сегодняшнем номере газеты Постемис отмечается, что зарплаты тренеров повысятся на 1 евро, однако на самом деле они повысятся на другую сумму, 63 цента. Это реальная сумма, на которую станет выше зарплата тренера у нас в Эстонии. Конкретные данные, а также помощь эстонскому спорту со стороны Министерства культуры сегодня в нашей утренней студии прокомментирует руководитель Немисского спортивного клуба Юхан Анупыльт. Доброе утро. Доброе утро. Вот Лена сказала, что 63 цента это та сумма, на которую можно рассчитывать тренером. Всем ли тренером? Потому что раньше говорилось о том, что повышение зависит от категории, соответственно говоря. Действительно ли такие маленькие деньги будут добавлены? Ну, это реальность. Все равно деньги, которые государство определило, побольше, 17%. Но зато и число тренеров за год повысилось на 200 тренеров. Так что в этом году получают группы тренеров 1193, по-моему, если точно. 1200. А в прошлом году было только 1000. Так что одно увеличилось и другое. Так что деньги остались точно такие же, как и в прошлом году. Ну, опять же, обращусь к газете «Повстимец». Там написано, что сумма выделялась в 400 тысяч евро, а тренеров у нас 1200. Вот как бы как тогда эта сумма распределилась? Таким образом, что каждый тренер получает по 63 цента добавки к зарплате. Нет, это вообще эта самая система... Другая система распределения. Система довольно... Не сложная, а просто, во-первых, получают эти деньги тренера только у кого есть повыше, значит, пятая, шестая, седьмая, восьмая категория. Значит, они должны иметь эту категорию. Так как в прошлом году был первый раз, когда выделили эти деньги. Это очень хорошо. Но за этот год очень многие клубы и тренера понимали, что надо повысить свою категорию. Поэтому и стало 200 тренеров больше, которые способны получать эти деньги. В прошлом году, когда эти деньги выделяли, была похожая ситуация, что зарплаты тренеров повысились на крайне незначительные суммы. Говорили о 10 евро, в частности, по-моему, в Нарве, если мне память не изменяет, эта проблема была. С чем это связано? Что вроде бы как и министерство деньги выделяет, а вроде бы как до конечного тренера они не доходят, даже если тренер этой категории обладает. Почему так получается? Я не знаю, например, у нас в клубе очень-очень большая помощь, потому что все-таки если тренеру, который занимается на полную нагрузку, на 24 часа в неделю, это где-то 390 евро в месяц. Значит, это вместе с налогами, значит, это где-то уже 300 евро за каждый месяц, добавку, этому самому зарплату, это большая помощь. Так что в прошлом году, например, мы в клубе очень чувствовали, это самое большое, это очень полезно было, так чтобы тренера остались заниматься ребятами. А в этом году вы почувствуете такую же помощь? Ну, слава богу, что уменьшилось. Уменьшилось. Остались такие же деньги, значит, мы можем дальше работать. И надеюсь, что молодые тренера и тренера будут и дальше заниматься с детьми ребятами, потому что возраст, в котором эти деньги, это от 6 до 23 лет, в зависимости от нагрузки, от спортивного вида и все прочее. То есть это возраст тренирующихся, да? То есть те, кто приходят на тренировки. Да, да. Если говорить о других странах, например, то там есть отдельное министерство спорта, которые занимаются этими вопросами. У нас с вопросами спорта ведает Министерство культуры. Как вы думаете, насколько это обосновано? Не надо ли нам создавать отдельное министерство, где будут действительно люди квалифицированные руководить этой сферой? Я думаю, что это без разницы, как называется это министерство. Главное, что там были люди, которые понимали суть дела и занимались. Но там на моменте, по-моему, хватает людей и в министерстве, и в Олимпийском комитете, которые занимаются юношническими. Мы вначале в самом уже отметили, что вот эти дополнительные средства, они выделяются тренером высших категорий. От пятой до восьмой, потому что всего их восемь. Насколько сейчас просто получить или сложно получить соответствующую категорию для тренера? Нет, пятая категория, это не так трудно. Если тренер занимался 3-5 лет, он проходит все эти курсы и все прочее, у него есть какой-то опыт, так что это не так трудно. Труднее там, скажем, седьмая или восьмая, там вообще. Но в данном моменте без разницы, ты тренер пятой категории или восьмой категории, деньги такие же. Точно, там уже есть от пятого до восьмого. Сумма одинаковая субсидий. Да, сумма одинаковая. Но вот эти субсидии к зарплате, это единственное, чем помогает Министерство культуры? Или все-таки есть какие-то другие виды помощи тоже? Но насчет денег, это да. Единственное. Единственное. Руководитель Нымевского спортивного клуба Юхан Анупольд был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что нашли время прийти, поговорить о тренерских субсидиях, если можно, конечно, так эти деньги назвать. Ну а мы сейчас прервемся для того, чтобы вы познакомились с теми телепроектами, которые наши коллеги подготовили для вас на телеканале ЭТВ+. Спасибо.